В управлении внутренних дел города Бендер свой профессиональный праздник отметили сотрудники уголовного розыска. Сегодня, в 98-ю годовщину образования уголовного розыска, рабочий день бендерских сыщиков начался с возложения цветов к мемориалу памяти погибших коллег Александра Кадратюка и Юрия Рулдугина, жизни которых оборвались при задержании особо опасного преступника 22 года назад. В открытие мероприятия к правоохранителям обратился начальник управления внутренних дел города Бендеры, подполковник милиции Сергей Сары. Вы, как никто, знаете о том, что служба в подразделении уголовного розыска является не только почетной, но в то же время и опасной. Вы одни из первых, иногда сталкиваетесь напрямую с тем злом, которым приходится нам бороться каждый день. Милиционеры почтили память о погибших коллегах минутой молчания, возложив цветы к мемориалу. По окончании мероприятия оперативники отправились в село Миринешты на трассу Бендеры-Кицкана, где приняли участие в традиционном легкоатлетическом кроссе, преодолев дистанцию в 6 километров. Вам кажется, что алкоголь делает вас легче, сильнее, увереннее? Это действительно так. Пьяный человек легче ведется на провокации и сильнее подвержен агрессии. Каждое пятое преступление совершается обычными людьми в пьяном виде. Каждое пятое застолье ведет к беде. Если тебя заботит твое будущее, контролируй себя. В крайнем случае, звони 102. Помоги защитить себя и сограждан. Трагедия произошла на пересечении улиц Комсомольской и Шестакова 1 октября примерно в 11.00. Выезжая на перекресток на автомобиле марки Мазда, 27-летний бендерчанин не уступил дорогу иномарки Форд и совершил с ней столкновение. За рулем данного транспортного средства находился 30-летний местный житель. От удара автомобиль в нарушителя отбросило на бордюр, где сидели двое мужчин. В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомашин не пострадали. Пожилые люди получили серьезные увечья, от которых скончались в реанимационном отделении городской больницы, куда их с места ДТП доставила скорая помощь. 4 октября 46-летняя жительница села Парканы свела счеты с жизнью. Сообщение о трагическом инциденте поступило в дежурную часть около 11 часов. Мужчина, рыбачивший на берегу Днестра, заявил, что несколько минут назад с автомобильного моста сбросилась женщина. К прибытию спасателей течения унесло тело погибшей на расстояние 100 метров от городского пляжа, где его нашли сотрудники милиции. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. На мосту была обнаружена женская сумка с предсмертной запиской и документами. В ходе проверки было установлено, что при жизни женщина злоупотребляла спиртными напитками. В настоящее время разбирательства по данному факту продолжаются. Попытка контрабанды наркотических средств была пресечена сотрудниками госавтоинспекции города Бендеры. Около двух часов ночи 30 сентября за нарушение правил управления транспортным средством был остановлен автомобиль марки «Шевроле». В ходе разбирательства во внутреннем кармане куртки водителя авто был обнаружен бумажный пакет с растительной массой, по внешнему виду напоминающий коноплю. По словам мужчины, наркотическое вещество он нашел на улице. Сторонником противоправного образа жизни оказался и пассажир авто. Наркотическое вещество «Спайс» 21-летних мужчин охранил в надетых на нем носках. По словам задержанного, данный наркотический препарат он приобрел в городе Тишиневе для личного употребления. По данному факту ведется разбирательство. Водители, не забудьте включить фары, иначе штраф. В ГАИ напомнили, с 1 октября в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. В этот период в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения. В период с 1 октября по 31 марта в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны быть включены и фары ближнего света или дневные ходовые огни. Согласно статье 19 пункта 5 правил дорожного движения за данное нарушение предусмотрено либо предупреждение, либо штраф в размере 55 рублей 20 копеек. 1 октября сотрудники Бендерского ОВД поздравили пенсионеров внутренних дел с Днем пожилого человека. Первый адрес – улица Дружбы. Здесь живет Георгий Панов. Для горожан имя 96-летнего бендерчанина довольно известное. Георгий Яковлевич – автор 19 книг о событиях Великой Отечественной войны и истории города. Желаем вам здоровья, вашего оптимизма, именно профессионального долголетия в части вашего творчества. Ну, не забывайте детей, не забывайте нас. Спасибо. Несмотря на преклонный возраст, Георгий Яковлевич продолжает принимать активное участие в воспитании молодого поколения, рассказывая ребятам о милицейской службе на многочисленных лекциях. Они всегда, когда спрашивают, кто хочет быть работником милиции, так они всем классно поднимают руки и говорят, ну и говорят, а у меня папа работник милиции. Продуктовые пакеты в праздничный день были вручены 10 ветеранам. Эта помощь оказывается руководством управления внутренних дел в течение всего года. Для пенсионеров эти знаки внимания как мощный эмоциональный посыл. Дело их жизни живет, и их вклад в становление милиции Приднестровья не забыт. Вокруг вас есть люди, безопасность которых зависит от вас и от вашей бдительности. В первую очередь это ваши дети. Каждое 20-е преступление совершается подросткам. Во-вторых, в вашем внимании нуждаются престарелые граждане. Мошенники входят к ним в доверие. Если вы будете чуть более бдительными, этих преступлений можно избежать. Будь начеку, помоги защитить сограждан. Милиция Приднестровской Молдавской Республики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова